Всем привет, я Адунис, и мы продолжаем проходить Assassin's Creed Unity. Я хочу попробовать совместное задание, там мне рекомендовали, вроде бы как очки навыков за это дают. Посмотрим. Готовься! Полетят головы. Не, что-то не хочет. Что-то не нашло игроков никаких, не получается запустить совместное задание, ну ладно. Ничего страшного, в принципе обойдемся без этого, вполне нормальная прокачка. Особых сложностей при прохождении нет. Засада тамплиеров, погнали. Найти Элизу. Наконец-таки Элизу, давно я ждал, когда я ее увижу вновь. Боже мой, эти толпы. Пропустите меня. Мне тут девушка найти надо, а вы тут ходите. Так, герб, надо его взять. Защитить, убить. А, блин, заметили. Ладно. Зараза. А, я могу надымить. Хорош. Все? В чем дело? Где Лафреньер? Убит. Что? Бежим, все потом. Как же они промазали так? Ну ладно, хорошо. Повезло. Давай, сегай. Лабиринты. О, люблю такие вещи. Тут мы не пройдем. За дело? Ну да. Ну давай, бей. Хорош. Элиза тоже кровожадная, смотри-ка. Что-то не знаю, куда идти. Залезу наверх и гляну. Блин, так же неинтересно. Это читерство. Арно. Эх, ладно. Признайся, ты заблудился. Угу. Сюда выходить, да? Один выход. Необычно есть и выход, и вход. Я не понимаю смысл тогда, если тут признайся, ты заблудился. Только одно место вкода. Ну ладно, пошли. Эй, не отставай. Ловите. Красиво. Признайся, ты заблудился. Хе-хе. Да ладно? Да что я хотел? Не это. Блин, надо было им несколько клавиш сделать. То получается и здесь, и ей, и здесь. Как мы выберемся? Ключи. Должен же быть ключ. Индиго. Есть идеи? Так. Я-то выйду. Славно. Далеко не ушли. Угу. Все, пойдем. Признайся. Так, я реально сейчас что-то запутался. Откуда я пришел тогда? Ну, Элиза, блин. Давай ко мне. Тупенькая. Вуаля. Кто там говорил, что я заблудился, а? Ну, кого ты будешь благодарить? Впереди двое. Ты бери этого. Я его дружка. Так, патриотов. Их слишком много, не проскользнется. Уберем их всех вдвоем. Главное, тихо. Блин, наверное, слишком спешит. Кажется, это все. Готово. Но впереди большая группа. Прикольно так двоем работать. Здесь не проходила девушка? Нет, прости. А этого почему она не убила? Он мажет, типа? Я чуть не понял, куда он стрелял. Заходите за спину. Дайте мне... Стой. Не дают целиться. Вижу их. Может, с крыши будет видно лучше? Опять нашло? Боже. Выглядишь опасно. Хорош. Я целюсь, а он сам стреляет. Вот это, друзья. Это пиаса. Вы все-таки? Промазал. Пули нужны. Надо собрать у этих верхних стрелков. Надо уходить. Далеко они не ушли. Найти их! Беги. Я отвлеку их. Беги. Завтра кафе-театр. Я все объясню. Чокнутый. Я приду. Я могу опоздать. Чокнутый. Это был комплимент. Зараза. Уходим нафиг. Быстрее! Так. Все, вроде скрылся. Тканевый средневековый капюшон. Ммм. Шикарно. Так. И у меня там... Очки навыков появились. А, не могу настроить сейчас? Тысяча франков. Прекрасное. Так. Ну что, в кафе? Полетели. Там и навыки... А, пять. А, мне на что-то шесть, по-моему, надо было. На взлом я хотел или на что-то другое. Что у нас с деньгами? Ты смотри-ка, музыка. Вау! Освещение такое. Ну, давай. Начинай. Играет и звука нет. Это антураж, конечно, офигенный. И что они делали? Не знаю. Они шептались на заднем дворе около полуночи. Месье оказался грустным. Говорил о монастырях, что скоро их не останется. Хм. А что же ты делала на заднем дворе в полночь? Так, пять тысяч установить. Верхние этажи, конечно. На чердаке нашли кое-что любопытное. Если хотите, можете подняться и взглянуть. Осталось сделать последние штрихи 15 тысяч. Что произошло с капеллой ради всего святого? Капеллой? Думал, капеллой. Какая люстра. Так, нам на чердак. Готовы к бою? Вот. Костюмы. Костюмы. Костюм Альтаира. Раньше его носил мастер-ассасин Альтаир Ибн Ла-Хат. Герой братства. Этсо. Конора могу одеть, да? Я не понимаю, я что-то, наверное, эффекты все потеряю, да? Или как тут? А, или считается, что я одел обычные штаны, да? Вот оно чего. Ну, чуть-чуть походим в костюме Конора. Трохи. Так, что тут за здание найдено? Марья-Анма. Марья-Амна. Марья-Амна не впечатлила. Вырезка из газеты. Куча информации. Задание, я так понимаю, все равно туда идти вниз надо, чтобы его выполнить. Зал памяти. Так, ладно, глянем туда, задание вот здесь вот. Жерелье королевы. Наши друзья, Деяния Апостолов, снова взялись за свое. Калет сообщила, что они выкрали алмаз Санси из Королевской Сокровищницы. Их лидер Ренар, вероятно, намерен продать его и оплатить большое нападение. Мы этого не допустим. Наш агент с фальшивыми ливрами купит алмаз. Езжайте в Бьевр и убедитесь, что все пройдет гладко. Окей. Ох, нам сюда надо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, я на месте. Сейчас поговорим. В этом задании хоть поговорить есть с кем. Так, вниз, дружок. Ага, ура. В крови лежит. В чем дело? Ренар почуял подвох. Его люди скрылись с алмазом. Верни его. Наш человек вывезет его из страны. Но только если алмаз будет у него через час. Скорей! Давай. Давай. Через дома? Нормально. Нормально. Давай. Ага. Быстро украсть не получилось, ну да ладно. Ага. Быстро украсть не получилось, ну да ладно. Так, как стрелять? Попал? Пистолет отвратительно работает. Я хочу прицелиться, а он берет сам и постреляет. Ну ладно, все. Просто надо... ...забыть про это управление хоть как-нибудь. Готово. Найдите контрабандиста. Передайте ему. Камень. Так, а тут у нас тоже неоткрытая, да, территория? Надо будет вот сюда сходить тоже. Магазин, кстати, я могу купить оружие из патронов. У меня нет. Все, пополните 600, ну ладно. Так, тут будет непросто пройти. Я справлюсь. Двоих хотят, ладно. Двоих хотят, ладно? Отчего? Ладно. Пэт на ближней дистанции, видимо, пистолетом нельзя пользоваться. Ну, в принципе, логично, да, было бы неудобно. Просто хоряю выглядит. Я целюсь, а он уже стреляет сам. Ну, ладно. Все, пистолетом нельзя пользоваться, понял? Да, идите вы еще куда-нибудь. Блин, я вспоминаю просто, как у Dying Light круто сражаться. И какая бредятина тут. Это невероятная. Такое ощущение, что это игры из разных миров. Знаете, не то, что планет, просто из разных вселенных. Ведь можно же реально круто делать управление, бой. Где ты бьешь в разные точки, сам убираешь направление. Столько всяких вариантов. И вот это вот, вот эта боевка, где я ничего не делаю вообще. Я не управляю камерой. Я не управляю, куда бью. Я ничего не делаю. Я просто жму клавишу удара. Изредка клавишу блока. Все. Как это вообще? Как люди, я не понимаю, приняли вообще вот эту игру? Ладно. Жуть, просто жуть. Это отвратительная боевая система. Ужасная. Сравнение с другими ассасинами терпимое, скажем так. Сравнение с нормальными играми вообще никакое просто. Он у тебя? У меня. Неплохо. Не волнуйся. Камень будет в России до конца месяца. О! Благодарю. Нормальная миссия. В Россию матушке отправили. Боевка, это жесть. Я говорю, после того, как запустил нормальную игру, тот же Dying Light, это невероятное ощущение. Там кайф получаешь. То есть там идешь, хочется у всех сражаться, удовольствие получаешь. Тут хочется, чтобы скорее закончилось. Ну, я говорю, это все консольные игры. Так, все. Ни в одной консольной игре ты не получаешь удовольствие от игры. Ты получаешь удовольствие от того, что ты прошел, там, завершил. От самого процесса нет. Никогда. Не, ну, я... Гран-туризм, я... Про гонки нормально на консолях. Гонки, FIFA, там, спорт. Но игры где-то людьми вот так вот управляешь, это все, это просто ад. Так, ладно, все. Пошли на основное задание. Прекрасная погода, не правда ли? Да. О, теперь 12 тысяч, не слабо. Ну-ка ж. Трохи узял. Я доволен. Хе-хе. Вы знаете, геймплей в этой игре настолько искусственный, то есть его создавали люди с калькуляторами, которые просчитывали все. Абсолютно бездушные. Такое ощущение, как будто создавали геймплей роботы бездушные, которые считали, так, вот здесь вот мы сделаем такую миссию, ее должно проходить за такое количество времени. Так, тут должно быть оружие такого уровня. Все просчитано, чтобы они комфортно себя чувствовали, они должны выполниться только вот от заданий дополнительных. Вот все настолько оцифровано. Даже посмотрите, карту, вся карта расчерчена, все везде показано, все где находится. Каждая миссия написана, что это за миссия. Эффекта неожиданности абсолютно нету. То есть это роботская игра, как будто создана роботом. Единственное, что тут живое, это вот основная линия сюжетная. Ролики вот эти вот, они хорошие. Игород офигенно сделал. Но геймплей вообще никакущий. До такой степени нулевой. Просто с ума сойти. Если полицейский не может отличить восьмилетку по дороге в церковь... Осторожный, союз, часть 7. Остров Сен-Луи, 1 апреля 1791 года. Остров Сен-Луи, 1 апреля 1791 года. Что? Да? Где его найти? Не уверен, что надо. Он убьет тебя, Элиза. И? Хочешь защитить? Я хочу помочь. У братства есть средства. Люди. Это дурацкая шутка. Да? Я не доверяю ассасинам. Что ж, хорошо, поясните. Ну, я не думаю, что он доволен тем, что мы творим, прикрываясь его имечем. А мне? Теперь придется разговаривать об этом как взрослым. Блин, ну ролики офигенные. Знаете, такое складывается ощущение, что стоит проходить это все страдание, ужасно все этот геймплей ради вот этих прекрасных роликов. Я не изменился, Элиза. Помнишь, как я отвлекал повара, пока ты крыла варенье? И это я помог тебе перелезть через стену в саду, полным собак. Почему Бог хочет сразить на своих днях? Да, мы вломились. Хорошо. Отведи меня в братство. Я их выслушаю. Они будут счастливы. Отлично. Очень, очень живой ролик. Супер вообще. И наоблафильмы, а не игры делать. Это что? Черт, а в темпле. Что он творит? Да ну. Да, да, безопасность для них самая главная. Два раза направо, 73 шага вниз по лестнице, налево и направо. Ну, все верно? Ты что опять учудил, щенок? За ней охотятся тамплиеры. И теперь она тут? У братства есть средства. Люди. Замолчи! Так, кто у нас тут? Арно. Меня зовут... Боже ты мой. Снимите повязку. Какой абсурд. Я Элиза де лассер. Мой отец Франсуа де лассер. Великий магистр тамплиеров. Я пришла просить помощи. Так-так. Мирабо! Будем снова продолжать этот бессмысленный спор. Будем, если нужно, мастер Кемар. Если вы не видите выгоды в том, чтобы дочь де лассера была у нас в долгу, мне страшно за нас всех. Итак, мадемуазель де лассер. Ну, началось. В другой ситуации я бы не стала встречаться с вами. Но мой отец мертв, как и мои союзники в Ордене. Если надо объединиться с ассасинами, чтобы отомстить, пускай. Как бы не так. Это трюк. Чтобы пустить пыль в глаза. Отправим им ее голову, чтобы не наглели. Ты, Белек, довольна. Дискуссию продолжим за закрытыми дверями. Извините, мадемуазель де лассер. Конечно. Арно, проводи девушку. Уверен, вам есть о чем поговорить. Приветствую вас. Озвучено прекрасно. Молодцы русские актеры тут тоже сработали хорошо. Костюм надо переодеть. Он немножко ломает атмосферу. А, вот, снять. Все. Так более правильно, я считаю. Все прошло так, как я и ожидала. Подожди. Мир обоих уговорит. Думаешь, мы найдем его? Сколько времени прошло? Рано или поздно найдем. Пошли, что ты думал. Франсуа Жермен думал, что Лафиньер... Франсуа Жермен? Да. Где он? Улица Сент-Антуана. А что? Что? Элиза! Нормально так беседует, беседует. Арно убил человека. Подожди! Быстрая это какая? Рыжая. С рыжими опасно дела вести. Но весело всегда. Что ты делаешь? Все, я обогнал. Дораза. Элиза! Куда это ты? Постой! Ну вот. Что это было? Арно. Франсуа Жермен был помощником моего отца. Что? Его изгнали из Ордена ещё давно. Ересь или что-то касающееся Жака де Малей, я не уверена. Но Жермен умер. Давным-давно. А сам-то он в курсе? Я бы хотела задать ему пару вопросов. И я тоже. Ничего. Наверх. Там его мастерская. Пошли. А может это другой Жермен? Высокий, седой. Глаза разного цвета. Ну ладно, согласен. Тот же самый. Кстати, дом очень похож на дом, в котором мы начинали играть. Только там проход слева ещё был. Похоже, никого. Элиза. Дай угадаю. Ловушка? Ловушка. Хм-хм. Зараза. Убийцы. И что это? Ты заплатишь! Ты мой! Вдвоём его закололи. Весьма бодрит. Прямо как в Марселе? Только крови чуть больше. Ничего нет. Он знал, что его ложь раскроют. И снова ускользнул. Или нет. Ищем. Замок. Может быть... Или так. Теперь понятно, почему сюда меня не водили. Арно? Вот. Это он. Это он убил моего отца. Надо сказать, Мирабо. Как только. Я разберусь. Встретимся у дома Мирабо. Ассасин и тамплиер. Прямо ромо и жилета. Видео их. Зараза. Осторожно. Да ладно. Пистолет, конечно, крутой. Это епископ. Слышишь меня? Сработано отлично. Ты нашел его. Франсуа Тамаа Жермен. Великий магистр и мудрец в придачу. По нашим данным, он уже второй мудрец в верхушке ордена. Это настораживает. Оставайся со мной и узнай все о Жермане. Если он пережил этого магистра, то сможет привести нас к телу. Да, пистолет офигенный. Субстрельба была. Хотя бы нормальная. Было бы, конечно, круто вообще. Коряненькое это прицеливание. Ладно. Так, и можно прокачаться. Только не здесь, наверное. Так, 7 очков у нас. Просто мощный удар наносить, да? Ну, не знаю, имеет ли это смысл какой-то. Здоровье. Толстая шкура. Да. В принципе, особо таких нужных навыков больше нет. Здоровье может увеличить. Я слышал, ты стал реалистом? Думаете, что... Ну... Встреча с Мирабо. Поговорите с Мирабо. Ну, давай. Какое интересное строение, помещение. Лестница здесь, потом туда обойти надо. Надеюсь, с Элизой все в порядке. Элиза? Элиза? Что это? Он был уже мертв. Это не я. Я знаю. Но мне нужно немедленно сообщить совету. Они разберутся. Нет! Арно, они не доверяют мне. Сразу же решат, что убийца я. Ты права. Да, конечно. Что будем делать? Выясним, что случилось. Хм... Надеюсь, это действительно не она. Рыжая все-таки. Кто знает. У него была назначена встреча. С кем? С кемаром. А как убили? Мы опять этим же оружием. И оставили? Что это? Этим убили твоего отца. Но это же знак тамплиеров. Зачем он здесь? А ты догадайся. Что, подставить? Ну, похоже на то. Так прям оставили специально. Платок. Платок. Причем женский. То есть, под подозрение попадает половина дворянок Парижа. Может, слуги его узнают? Булавка тамплиера называется эта штука. Так понял легко. Аканит. Сразу не различишь, надо знать, что ищешь. Выбор темплиеров, да? Любого, кто хочет скрыть убийство. То есть, его отравили, а потом укололи уже, да? Ишь ты. Вы говорите с мастером Кемаром. Я ничего не упускаю. Не, ну тут однолинейная игра. А, я могу... Я могу обвинить ее? Серьезно? Не может быть. Тут, по-моему, не было никаких сюжетных изменений. Тем более, в Ассасине не может быть никаких сюжетных изменений, потому что мы проигрываем прошлое. Мы не можем изменить прошлое. Не, ну как-то ее обвинить. Ну, я гляну, что будет. Яд темплиеров. Их же булавка. Проклятие. Браво. Ты догадался. Я убила единственного ассасина, который не желал моей смерти. И осталось здесь ожидать расправы. Он не единственный. Ты прав, прости. Но ты же знаешь, что это не я. Я верю тебе. Но братство... Так найдем убийцу раньше, чем они узнают. Окей, как я думал, просто дополнительный диалог был. Славные книжки. Ладно, надо поговорить с мастером Кемаром. Так, а почему я так медленно иду? Так. Просто мужик поговорить нельзя. Ну! Или здорово пожалеешь! Давай, что такое? А, я мог телепортироваться, наверное, кстати. Ну ладно, тут близко и так. Арно, привет! Дай-ка шпульки куплю. А, месье Дориан. Чем я могу помочь? Мирабо мертв. Мертв? Убит. Я знал, что это перемирие добром не кончится. Я созову совет, чтобы разобраться. Элиза невиновна. Клянусь жизнью. Прошу, дайте мне еще немного времени. Я найду убийцу. Хорошо. У тебя есть время до завтрашнего утра. Мирабо отравили Аконитом. Слушайте, мне глючите ли? Он на Рассела Кроу очень похож под некоторыми углами. Прям вообще. Аконит? Стоит ли мне напоминать тебе, что это излюбленный яд тамплиеров? Не надо. Где можно достать Аконит в такой концентрации? Врачи прописывают микстуру с Аконитом. Я и сам принимаю настойку для сердца. Его распространение ограничено. Но я знаю аптекаря в Море, который склонен закрывать глаза на подобные законы. Спасибо. Что-то есть. Мастер Кемар знает жуликоватого аптекаря, который специализируется на сомнительных сделках. А что он оранжевый остался? А, я могу его уличить? А, тут вот как. А, прикольно. Как поживаете, друг мой? То есть тут, получается, задание расследования, такое, как мы выполняли в аббатстве. Но только более масштабное. Прикольно. Вот такие задания прикольные. Где не надо лазить нигде. Решила тебе помочь. С одним аптекарем я справлюсь. Приветствую. Не могли бы вы мне... Ну, как всегда. Браво. Стой. Какие великолепные ролики вообще. Подожди. Классно ведь. Как всегда. Видимо, не первый раз уже отравили. Прошу. Я никому не сказал. Я сделал, как просили. Что ты там бормочешь? Вы. Вы же от того другого, да? В капюшоне. Расскажи-ка мне о нем. Кто он? Не знаю. Я не видел его лица. А, грозился убить, если я не дам ему яд. Вот я и помалкивал. А, запасы у меня были совсем небольшие. Он забрал. Он забрал все и сказал, где оставить вторую дозу. Вторую дозу? Вот. Это все, что я знаю. Клянусь. Иди прочь. Будешь рассказывать эту историю своим внукам. То есть, ассасин, да? Ну? Ты права. Он продал яд убийцы. Человеку в таком же капюшоне, как у меня. Что ж, в хорошей истории все сложнее, чем кажется. Если в Ордене есть предатель... Ясно, почему убийца подставлял меня. Вот. Сюда аптекарь доставила конит. Так чего мы ждем? Мне внешне только не нравится. Костюм какой Орно портит, как антураж. А подобрать по дизайну? Капюшон тут какой-то так себе. Не, ну офигенно. Не, сюжет хороший. Хороший в этой игре. Хорош. Ролики, сюжет. Все великолепно. Кроме управления. Я говорю, им надо было просто делать фильмы. Управление, геймплей это не их. Видно, что они делали это не для себя. Вот я чувствую это. Бывают игры, которые делает, знаете, энтузиаст, который реально любит игры. Делает так, чтобы ему нравилось. Эту делали именно, чтобы понравилось кому-то другому. Вот в расчете, знаете, на заказ. Это настолько читается тут. Просто вообще. Так, что у нас есть для головы? Это прикольно, но глаза закрывает. Будет тупо. Вау! Средневековый капюшон. Ну как он будет носиться с кольчугой, это уже нелогично. А эти дорогие, наверное, дальше, которые пойдут. Вот этот вот прикольный. Капюшон горжанина. Капюшон-мародер. Ну, грязный весь такой. 26 тысяч дорого стоит. Ладно, потерплю пока деньги. Накопится, куплю что-нибудь хорошее. Это жалко будет столько выкидывать. На этом серия заканчивается. Всем, кто смотрел, благодарствую. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok